Сегодня мастерство лепки почти забыто, но мастера еще остались. Наш корреспондент Татьяна Кудасова познакомилась с одним из них и узнала секреты качественной лепки из глины. Котик-мурлотик, вот это, а это вот Дедушка Мороз. В этом доме у каждой игрушки свое имя. Медведи живут по соседству с собаками, петухи, со змеем Горынычем. Все эти глиняные изделия – историческая ценность. Они как калачи, гармоника, символ области. Делать такие произведения искусства Петр Африкантов начал 13 лет назад. Не всегда уверен, что получится. Потому что я знаю внутренне, знаю, чего мне надо. А вот уже в реальности, что будет, мне не очень ведомо. Крашенки, жженки, сушки – это все разновидности саратовской игрушки. Образы Петр черпает везде. Он мастер-игрушечник-самоучка. Глиняное увлечение передалось через поколение. Лепили все – мама, тетя и дед. В коллекции есть даже игрушка 1914 года. Вот конек стоит. Конь. То есть эта игрушка очень для меня дорогая. Потому что ее лепил еще мой дед. Сначала глину нужно размять. А потом вытянуть. Материалы для изготовления саратовского символа, по словам игрушечника, в области предостаточно. Главное – следовать рецепту приготовления. Глину просушиваем обязательно. Не просто просушиваем. А и на солнышке. А потом еще ее в духовку кладем. В печь. В духовке догоняем температуру примерно до 200 градусов. После этого я беру эту глину и прогоняю через мельницу. Здесь пригодится даже молоко. Оно поможет сохранить цвет и краску. Самый ответственный момент – росточка. Какие узоры и в каком порядке появятся на игрушке, не знает даже мастер. Раз. 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 Получается в сюжете. Главные критики мастера – мама и жена. Если им не нравится игрушка, приходится переделывать. Я говорю, петь о зайчике. На зайчика мне похоже. Послушал. Всем головы отпилил. Эксклюзивные символы Саратовской области хранятся и в Радищевском музее. Здесь 130 экземпляров. Сейчас глиняная игрушка как символ региона уже не воспринимается. Но мастер надеется, что в области когда-нибудь возродится производство символа и появится праздник под названием День глиняного петушка. Татьяна Кудасова, Иван Серяпин, Павел Криклевец, Вести, Саратов.